Всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, и вы на моем канале про моду шоппинг и модные путешествия. Так, друзья, мы с вами в Кос. Всем приветики, всем приветики. Смотрим новинки, что можно было найти в Кос. Интересно, давно не была. Для вас нашла классную рубашку, топ, просто фантастика. Мне кажется, на лето идеально. Темно-синий цвет, стопроцентный хлопок. Как раз-таки для сочетания с длинными макси джинсовыми юбками. Это в данном случае миди, но можно и макси, конечно же. Рубашка для идеальных сочетаний и с джинсами, и с шортами. Ну, в общем, вещь универсальная, как видите. Хороший, в общем, вырез здесь на рукавах, такие плечики она формирует. Но в целом она достаточно классическая на мне. Не помню, какой размер. Все размеры найдете в описании к этому видео. Здесь, смотрите, есть резиночка вот такая. Ее можно оставить как снаружи. В зависимости от того, с чем вы комбинируете. Так, ищу подзаправить. В данном случае решили подзаправить. Прокомментирую эту юбку. Юбки из Данима сейчас один из мастхэвов сезона. И это тоже очень здорово. С разрезом впереди, как вы видите, очень здорово смотрится. Размер 36. И я бы сказала, что у нее нет недостатков. Такая тоже рабочая юбка достаточно, которую легко тоже будет носить весь сезон. Абсолютно с чем угодно. С любыми блузами, свитерами, любыми топами. И также любой обувью внизу. Вот такой первый комплект вышел в косе. Давно-давно смотрю на эту плессировку. И очень хотела посмотреть, примерить, показать вам. Но, друзья, это платье, это ужас. Может быть, в черном цвете будет лучше, но вот в этом оно точно не красит. В данном случае конкретно меня. И очень жаль, потому что мне нравится эта плессировка, мне нравится эта форма, цвет. Но, опять-таки, возможно, черный цвет нужно примерить. Но черный цвет я примерю, пусть это была в следующем видео, если будет в наличии. А в данный момент говорю вам, что это платье я не рекомендую. Но оно красивое все равно. Так, друзья, не ругайтесь на меня. Но я здесь не рассчитала с размером. Это 36 размер. Она мне мала, как вы видите. Трусишки видны. И все жрочки, и вообще она смотрится не очень. Но сама юбка по себе огонь. Поэтому, если брать, то брать... Получается, я 36 размер взяла. У нее мал 38 на мои параметры. Ну и, соответственно, дальше уже сами рассчитывайте. Супер тонкий, приятный хлопок. И она выглядит тоже классно. Мне нравятся вот эти вот складки. Мне нравится цвет, мне нравится форма. Все здорово в ней. Также ее легко носить. Смотрите, как классно смотрится с принтом, да, с черно-белым. И здесь я оставила эту рубашку темно-синюю. И, конечно же, это считается хорошо. Но можно и с голубым денимом. Но, то есть, здесь вариантов миллион. Но, опять-таки, по размеру у вас прокомментировала, как это смотрится. И это смотрится не очень. Так что не кидайтесь меня тапками. И здесь у нас в кос, конечно, не так просто. Все, я вам уже рассказывала о своих трудностях работы в кос. Поэтому не буду менять на 38 размер. Просто 36 нам уже дал понять, как она выглядит и как она сидит. Очень жаль, что размер не попал. Так, здесь найдены абсолютно идеальные классические брюки. Такие, как они должны быть. Широкие, с защипами, с такими складками. Очень легкие, невероятно легкие. Но при этом, друзья, конечно же, наверно. И мнущиеся здесь, мнутся немножко. Хотя, кстати, не так сильно. Я думаю, что они просто не отпаренные. Невероятно тонкая ткань. На лето будет суперкомфортно. Носим с такими, опять-таки, короткими вещами, чтобы показать талию. И, конечно же, такие классические широкие брюки мы носим наверху с чем-то либо укороченным, либо в обтяжку, чтобы поиграть с объемами. То есть объем у нас будет только в одном месте, только внизу. А наверху должно быть что-то более маленькое, либо обнажающее ваше части тела, чтобы показать ваш истинный размер. Ну, вы знаете, я люблю и цвет, и нет цвет. Люблю черный, конечно же, и Додал Блэк тоже образы мне нравятся. И здесь для вас собрала очень классический, вполне нейтральный, но выглядящий суперсовременно образ, полностью состоящий из черных вещей. Здесь те же самые брючишки. И так как они мега тонкие, просто невероятно тонкие, я к нему нашла в комплект вот такой тоже супер тонкий кардиган. Он сделан из 100% шерсти, я хотела сказать, кожи. Из 100% шерсти и внутри маячонка. Просто маячонка из нижнего белья, и она невероятно приятная к телу, просто вау. Супер вещь, супер приятно. И этот верхний кардиганчик, он тоже невероятно приятно ощущается телом. Прямо даже не хочется с ним расставаться, если честно. Получился довольно лаконичный комплект, но выглядит он супер стильно. Конечно же, сюда добавляем сандалии. Друзья, я в своих более таких демисезонных ботинках, в том, что у нас сейчас плюс 7. Здесь могут быть любого цвета сандалии внизу, в зависимости от ваших аксессуаров других. Либо продолжить идею с белым, либо продолжить идею с черным, либо какие-то металлические фактуры, тоже все возможно. Ну вот так. Очень-очень-очень. Так, получился 7-летний комплект. И здесь, что я вам показываю, показываю вам вот эти брючишки. Это не джинсы, потому что, конечно же, здесь джинсов далеко. Просто такая расцветка под дними. Они невероятно тонкие, мне захотелось их затестить и показать вам. Я в целом довольна. Мне кажется, они смотрятся неплохо, такой актуальный очень фасон. Но хочу вас предупредить, на мне 36 размер, он сел хорошо. Они, в принципе, сели по размеру и в талии как раз, и нигде не жмет. Но мне хочется их взять на размер побольше, если честно. То есть, чтобы они были чуть не на высокой посадке, а на средней посадке, и чуть-чуть более широкие, и чуть-чуть более длинные. На мой рост эти брюки будут только с плоским уходом хорошо смотреться. То, что здесь уже как будто бы не хватает чуть-чуть длины. Но по ощущениям они невероятно приятные, очень комфортные. И на лето будет очень классно, классно, классно. Так что вот такие замечательные брючишки. И, конечно же, носим их с длинными жакетами, как, например, тот жакет, который на мне сейчас. И здесь мне нравится то, что у него короткий рукав. Это достаточно редкое сейчас явление в магазинах. И мне как раз-таки это очень нравится. Посмотрите, как классно получилось. Очень такой зарасслабленный. Опять-таки сюда добавляем сандалии. И все, друзья, получился классный образ. Сумочку, и вы в комплекте. Я бы, конечно, с этими брюками носила этот жакет. Только в раскрытом виде. Вот так. Потому что нам нужно эту часть демонстрировать. Если закрытый, тогда бы я носила уже более прямые джинсы здесь. Либо юбку. Мини-юбку, кстати, будет тоже здорово с этим жакетом. Либо брюки-дудочки. Ну и в целом, кстати, жакет мне очень нравится. Я его вам рекомендую настоятельно. Хорошая находка на лето. Будет супер смотреться. Просто невероятно классно. И по составу здесь лен с хлопком. Очень комфортный состав. Смотрится он здорово, минималистично, дорого. В зависимости от аксессуаров, вы можете как угодно его менять. С чем угодно носить. В общем, да. 10 из 10. Это. Брючишки, наверное, 8 из 10. Не знаю, что-то мне в них до конца не нравится. Но, наверное, может быть, надо было померить на размер побольше, чтобы они упали пониже. Так, под конец хочу вам показать еще одну интересную вещь. Это натуральная замша. Невероятно классная выделка. Супер приятная вещь. 36 размер взяла. Что-то великовато. Надо было взять и 34 размер, потому что, посмотрите, объемчик явно у меня недостаточен. Либо какую-нибудь рубашку нужно было взять, либо даже, может быть, свитерок тонкий, водолазку, чтобы надеть этот топ сверху. Не рассчитала. Думала, что будет маловато, кстати. Но вещь изумительная просто по качеству. Потому как она смотрится, это просто невероятно. И, кстати, видите, как с голубым дневом тоже хорошо смотрится. Ну и, конечно же, с черными, с белыми комплектами тоже будет хорошо смотреться. Вещь сразу добавляет стиля. Это немного такой бохо-элемент, я бы сказала. Но в зависимости от того, с чем сочетать. Потому что можно увести в минимализм, если сочетать с такими структурированными прямыми линиями, базовыми цветами. Это будет минимализм. Либо будет бохо, вот если сочетать с джинсами, сразу задаться. Хотелось каких-нибудь бахраминок сюда добавить. Клоги надеть. Какую-нибудь куртку еще из Данима. То есть, эта вещь, она такая, да, адаптируется под разные варианты. Вот такая находочка. Все, друзья. Здесь, конечно же, много находок. Но, как я вам говорила, в косе не всегда удобно мерить сразу большое количество вещей. Поэтому буду делать маленькие видео. Я решила, что буду делать маленькие видео по 5 находок, 5 образов с каждого бренда. И так вы будете видеть больше видео от меня. И я тогда смогу их с легкостью чаще производить. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Друзья, пишите, что вам понравилось больше всего из находок. Планируете ли что-то купить? Если вы еще не посмотрели мои предыдущие видео про тренды, чтобы сориентироваться, что у нас сейчас модно, какие фасоны эти актуальны, обязательно посмотрите. Оставлю это в конце видео ссылочки. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, это было несложно сделать, что оно было коротким. И будем с вами прощаться. До новых встреч, до новых модных путешествий, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok